Человеческая хочет власти деньги, а божественная хочет света и любви. Вот они и борются внутри человека. Людей надо сжечь, пожалуйста. Палестину стереть с лица земли, пожалуйста. Машах, дети. Друзья, приветствую вас. У нас на связи Алан Мами. Вся история про Машаха, это же про что? Про власть над миром. Как пророк Мухаммед получал свои наставления от Джабраила, от Архангела Гавриила в сновидениях и записывал это все? То есть он напрямую получал свыше, согласно этому преданию. Дело же не в том, что приносят пророки, какие учения. Они все приносят хорошее, светлое, позитивное. Дело в том, как это потом дальше люди используют. Понимаете? Даже христианская церковь, она же в первые века называлась Павлианской, она не была христианской, она была Павлианской. А этот Павел, это был Саввел, который был как раз член Синедриона, который распял Иисуса, ну согласно библейскому преданию. И потом ему якобы явился Иисус, то ли во сне, то ли не во сне, как-то вот явился, и вот он как бы из Саввела превратился в Павла. То есть, по сути, член Синедриона, понимаете? И они это дело возглавили. И выстроили потом свою эту систему. Потом это император Константин уже Римской империи поддержал и понял, что на основе этого он может построить государственность. Никейский собор был, когда все эти тексты были собраны, им была объявлена очень простая идея, что либо вы дадите мне общий текст какой-то, да, разберетесь за всей этой своей мифологией, дадите общий текст, либо я вас всех убью. Кто-то их там закрыл, они и создали текст. Естественно, но кто был первой последователем? Ну, вот там, оттуда они все, особенно дома Израилева, понимаете, так или иначе. И они стали этой духовной властью. В Византии сначала, потом дальше. Арабы – это тоже семитские племена, если уже под это пошло. Это другая цивилизация, библейская, средиземноморская цивилизация. Она дала миру вот эти наши основные базовые религии. Но никто же не говорит, что у других народов не было своих вероучений. Были и есть до сих пор. Но это стало доминантой в мире. Но эпоха сама, двухтысячелетняя эпоха, она как бы закончилась. И сейчас идет перезагрузка всей этой истории, понимаете. И какое вероучение пойдет дальше, а какое останется в истории, это вот сейчас и будет видно. Борьба-то за будущее идет. Понимаешь, в прошлом можно бесконечно ковыряться. В этих технологиях, которые они использовали, чего для вот… Нам, говорят, много не надо. Власть над миром и чего-то покушать. Вся история про Машраха – это же про что? Про власть над миром. И будете править народом мир, да, как бесчисленными садами по завету Всевышнего. Это же такое наставление им дали. Вот они его реализовывают. Их запрограммировали на это. Но это же на Ближнем Востоке все рождалось, понимаете. Оно все друг друга дополняет. Оно же не отрицает. Коран же не отрицает Ису, да, как пророка. Он не отрицает там библейских пророков. Оно как бы да осмысливает, наверное, это. Потому что искажения вносятся, понимаете. То есть людям дается учение. Свыше какое-то учение дали, да. Они его исказили. Чтобы это искажение исправить, приходит опять очередной пророк, понимаете. Пришел там Иисус внести исправление. Они вместо того, чтобы его послушать, его гвоздями приколотили, понимаете. Ну ладно, хорошо. Еще дальше. Пришел уже пророк Мухаммед, который сказал, что это последний пророк будет, да, для людей. Что больше не будет пророков. То есть опять скорректировали искажения, которые изначальные смыслы вкладывают люди. Это же человеческий фактор все, понимаете. Вот я сейчас про шумерскую цивилизацию читаю, смотрю, интересно мне это стало. И там вот интересный момент есть, что периодически цивилизация исчезала. То есть когда эти боги уходили, то есть внимание их уходило от людей, ну там согласно этому преданию, там резко ухудшалась, там не знаю, медицина, сельское хозяйство, полный упадок начинался. Потом через какое-то время они опять возвращались, непонятно куда они там улетали, прилетали, что это инопланетяне были, неясно, да. Ну вот ученые писают, бац, резкий провал, потом опять, резко опять, как будто какой-то импульс дефибриллятора получили, удар, да, и резко медицинное сельскохозяйство пошло в рост, все дают, искусство, творчество, потом бац, опять все упрощается. Вот так и здесь, понимаете. Дают какие-то знания, дают какое-то учение людям, они его потом искажают. Почему? Потому что такова человеческая природа, понимаете. Он не хочет становиться лучше, он хочет все подгонять под себя. Они даже богов придумали, похожих на себя. Ну, боги похожие на людей, так кто их придумал? Люди и придумали, понимаете. Вот так они любое учение искажают. Христианство про любовь, простая же вещь, понимаешь. Люби других людей, люби мир, как бы, да, открытое сердце, анахата, чакра, цвет зеленый, все понятно, понимаете. И все перевернули во что? Во власти деньги. Кто это сделал? Это что, бог сделал, что ли? Это ангелы сделали? Это люди сделали. Их пытаются опять вернуть, говорят, ребята, ну давайте вот еще раз вам, еще одного человека пошлем. Он еще раз скорректирует как-то всю эту историю, да, на путь истины наставит. И опять пошло искажение. Понимаешь? И это вся борьба в человеке, в этой божественной природе и человеческой его. Человеческая хочет власти деньги, а божественная хочет света и любви. Вот они и борются внутри человека. И все эти вероучения, они об этом. То есть есть некий там базис, как бы там светлое, позитивное начало. А есть уже искажения, которые люди этому предают. Потому что каждый пытается там вытащить то, что ему надо, для того, чтобы что? Власть и деньги, программу какую-то там свою исполнить. И начали использовать это для власти и денег. Хотя они не для этого эти вероучения пришли. Они пришли для того, чтобы человека к свету вести, понимаете? Потому что Бог – это и свет, божественная природа, свет, там, любовь, такая вещь. И туда его, путь ему показать. Каждому рождающемуся новому поколению. Но жрецы, они же не хотят там свет какой-то, зачем им все усложнять? Ему хочется здесь, как бы, маленькие человеческие радости, власти и денег. И они это начинают использовать. Эту тягу человека к свету начинают использовать, естественную тягу человека к свету, начинают использовать в своих целях, ведя его в заблуждение. Поэтому этим всем ведущим, этим лже-пророкам, лже-учителям, конечно, им самая печальная участь уготована. Потому что не так страшно человека убить, как ввести в заблуждение. По-моему, тоже в Коране написано это было. То есть правильно получается, что жрецы, которые учат врать, это уже не жрецы? Ну, они перешли на темную сторону силы, понимаешь? Помнишь, был такой фильм «Звездные войны», где говорят «Как ты, джедай, перешел на темную сторону силы?» Вот они перешли на темную сторону силы. Мы с тобой это обсуждали. Программа «Власти. Деньги». Мы можем поставить такую задачу, вот сейчас, как бы, всему человечеству. Цель, как сверхзадача, подъем падших ангелов из трехмерного ада, жестких ограничений, свет многомерных миров. Какая интересная формулировка. Подъем падших ангелов. А это кто? Это мы. А мы падшие ангелы? Все, которые на Земле. Ну, я не думаю, что все 7, там, слово у нас, 10 миллиардов являются падшими ангелами. Их даже по библейскому преданию было там, сколько, 300, по-моему. Десятый наш десантный батальон. Это был десантный батальон, понимаете? 300 падших. Ну, каждая, скажем так, клеточка должна все равно вернуться к себе домой. Ну, это выбор есть, понимаешь? Тут же вопрос, чтобы эта клеточка добровольно сделала свой выбор. Ей предлагают хорошее и плохое. И она должна добровольно выбрать. И как ты поймешь, какая клеточка годная, а какая негодная? Ну, не годится, понимаете? Ему надо создать условия, при котором он будет постоянно своими действиями, своей жизнью подтверждать свой выбор. Что он выбирает? Свет или тьму там, да? Ну, он же... И вот это условия такие в жизни и созданы. И каждый день такой выбор человек подтверждает своими поступками, понимаете? И потом, соответственно, выводы делаются. Какая тебе таблетка, красная или синяя? Все добровольно. Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? О матрице. Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно. Или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь. Когда платишь налоги. Целый мирок. Надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которые не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку. Войдешь в страну чудес. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Соответственно, эти темные тоже нужны. Понимаете? Потому что без них бы невозможно было понять. За одного битого трех небитых дают. Точно так же, какая душа нас стоит того, чтобы продолжать свой эволюционный путь, а которая не стоит. Нужно проверить же. Через горнило, через мясорубку прокрутить. Кто все равно через все эти перипетии, попадя даже в бездну, сохранит свой внутренний свет. Из бездны выйти невозможно. Но бездна может тебя и сторнуть. То есть ты смог сохранить свой внутренний свет. И вот мы здесь учимся сохранять в этом таком не совсем комфортном сейчас социуме свой внутренний свет. Но так как все-таки мы переходим в новую эпоху, то Земля должна стать священной планетой. А это означает, что должны все клеточки стать священными. Ну какая-то критическая масса. Это выбор будет, понимаешь? Каждый делает свой выбор. Сейчас эпоха такая выбора. И каждый делает свой выбор. И внутри любого вероучения, в любой религии, да, вот там везде есть носители света, есть носители тьмы внутри себя. Процентные соотношения разные, померить это невозможно никогда. Понимаете? Но оно везде есть. Но, к сожалению, сейчас массовая культура, что мы с тобой говорили, да, там музыка, те средства, которые управляют сознанием по-настоящему. Сейчас же не религии управляют сознанием. Сейчас управляет сознанием современная цифровая информационная культура. Вот она управляет сознанием масс людей. И она их ведет в определенном направлении, определенные ценности им прибивает. Понимаете? То есть, очень хороший фильм такой есть. И книга тоже. «Американские боги» называется. Кто не видел, посмотрите или почитайте. Там хорошо показано, как вот эти вот боги там мифические воюют уже с новыми богами цифровой эпохи. Да, там боги Инстаграма, боги там интернета, боги это все. А за что эти боги все воюют? За внимание людей. Борьба идет за внимание людей. И внимание людей сейчас находится не в религиозных концепциях. Даже кто-то, если по инерции ходит там в какие-то религиозные учреждения, но это все по инерции, особенно молодежь. Ну, старшее поколение еще может как-то искренне. Но молодежь, она уже на цифровых платформах. Но в основном люди поклоняются деньгам, поэтому я... А потому что такие ценности прибивают. Понимаешь, им прививают такие ценности. Эти ценности прибиваются. Ну, посмотри нашу всю попустраду эту всю, понимаешь. Они же ценности эти прививают. Эту гламурщину, это все что такое. Это ценности, власть и деньги, простая тупая программа. И они ее навязывают. И человека программируют. Понимаешь, ты сейчас ему там будешь про свет, про что-то говорить, он даже не поймет, о чем идет речь. Ну, не поймет просто, даже лексики наши не поймет. О чем мы вообще говорим? И это проблема, понимаешь. Между бесконечной грязнью, между конфессиями нужно вообще просто оглянуться по сторонам и посмотреть, что они конфессии уже рулят этими процессами. Они же сейчас хотят конец света, там, битва конца, все остальное. Но это существует только в рамках аврамических религий. Китайцы ни про какой конец света знать не знают. А их полтора миллиарда уже, да? Индусы не знают ни про какой конец света, понимаешь. У них там свое кино. Там, где-нибудь в Латинской Америке, ну, может быть, там, да, сильное влияние христианства. Ну, огромные регионы мира, которые вообще ничего не знают, ни про какой конец света. Понимаешь? Это разборки внутри вот трех конфессий происходят. Ну, просто сейчас просто те поколения, которым это уже неинтересно, понимаешь. Им это уже неинтересно. Им эти мифы неинтересны. Они не читают никакие апокалипсисы. Они вообще в это не погружены. Они смотрят фильмы, там, голливудские, марвеловские, еще что-то в интернете, играют в компьютерные игры. Они вне вообще культурного контекста всех этих разборок находятся. И, соответственно, своим вниманием это не питают уже. И оно потихоньку угасает. И поэтому вот эти все скорости, быстрее, быстрее, машеаха того, сего, чего-то как-то успеть, потому что еще одно-два поколения, это вообще никому не будет интересно уже. Кстати, Алан, как они там успевают захватить эту мечеть? Ну, видишь, что нет. Поэтому и злятся. Понимаешь? Ну, не успевают же. Мы же видим, что не успевают. То есть переоценили свои силы и средства тоже. Буксует у них. Все буксует. Все буксует. И англосаксов буксует, и у них буксует. Старые правила закончились. Они пытаются вот как-то играть по старым правилам. Сами правила закончились. Эпоха правила. Все, закончились. Понимаете? Они пытаются все эти по старым правилам расклады давать. И на этом уже проигрывают. Потому что играют по старым правилам, а сами правила уже не работают. Понимаете? Биосфера планеты Земля меняется. Все энергетические. Это все меняется. А эти правила, они сообразны были тому, прошедшей эпохи. И вот они пытаются еще хлопнуть дверью, понимаете? Напоследок там ядерную войну устроить, какой-нибудь там еще трындец заорганизовать. Но даже это не получается уже. Ну видите же, что не получается. Должны были Палестину уже уничтожить. Должны были Аляксу снести и уже строить третий храм Соломонов. Ну не получается. Бедные коровы там стоят, ждут, когда их уже зарежут. Понимаете? Этих рыжих коров там красных. Не клеится. Этих рыжих коров. Молятся там, понимаете, что-то делают. Понимаете, какие-то мерзавцы, негодяи устроили в Крокусе. Ну это что, огонь, вода, заживо сгоревшие люди, по моему субъективному мнению, понимаете, очень сильно попахивает ритуальщиной, очень жесткой. Получилось что-то у них. А механное ухо также попахивает. Ну естественно, там много чего было. Сейчас уже мы с тобой об этом записывали, да, видео. И много уже об этом говорилось. Но ничего у них не получилось. Но организаторы, заказчики всей этой истории, есть исполнители, понимаете. Вот заказчики в этой всей оккультной истории ничего не шарят. Они просто у них там власть, деньги туда-сюда. А есть и жрецы, которые это все как бы рулили. Когда эти заказчики поймут, что эти жрецы уже все, силу потеряли? Вот когда? Тогда они им сами голову отпилят. Ну скоро поймут. Эти же обряды делают, а результата нет. Они говорят, ну где, где ваш Машах, где он, понимаете. Людей надо сжечь, пожалуйста. Палестину стереть с лица Земли, пожалуйста. Машах где? Те говорят, ну сейчас подождите, еще минуточку, дорогой товарищ. Сейчас мы вот тут еще что-нибудь подумаем. И не клеится. Когда эти воины поймут, что их разводят, тогда они им сами головы отпилят. И мы это все увидим. И будет это очень скоро. Вот мы с тобой пришли именно к тому, что магия уже не работает в современном мире. Что такое магия? Квантовая физика – это чистая магия. Что такое квантовая физика? Это чистая магия, друзья мои. Вот я очень увлекательно мне это все делал. Про время, про пространство и про все вот эти вот открытия в области квантовой физики. Это чистая магия. Чистейшая, просто незамутненная. Сейчас мы с тобой разговаривали. Я смотрел вот целый цикл передач про биоплазму называется. Это биоплазма. Еще в советское время исследовалось. Сейчас исследуется. И типа согласно они там, фильм про это документальный. Короче, согласно египетской мифологии, у человека был энергетический двойник. Ка назывался. Это двойник. Человек энергетический двойник. То, что мы называем телом сновидения или дублем. То, что я так называю. Или тело сновидения. Двойник называется. И это двойник по мифам. И они начали, когда исследовать всю историю, сейчас это называется, что действительно у человека есть энергетический двойник. Его тело. И он живет в неком своем пространстве. Понимаете? То есть они полностью подтверждают эти древние мифы. И это вещество, из которого он сделал, называется биоплазма. Понимаете? Очень интересно. А это что, не магия? То есть, они начинают понимать, как это работало, и начинают доходить до того, что та магия, то, что мы сейчас называли магией, а когда, в темную эпоху, что это просто была наука того времени. Но потом пошла деградация людей, они отупели почему-то. И то, что для них когда-то была наука, стало чудом. Ну, вот это вот, прикинь, люди деградировали, и вот этот телефон. И вот это позвонить, интернет, все новости узнать. Это же чистая магия. Это мы понимаем, что это технология, наука. А для какого-нибудь туземца это чистая магия будет. Чистейшая просто. Понимаешь, что такое магия? Магия эта наука была просто вытерянная. Сейчас ее обратно как бы осваивают. Все эти энергии, тонкие поля, энергетические время, управление сознанием и всякие такие вещи. И люди начинают понимать, что то, о чем говорили древние, это по сути была наука. Ну, просто был какой-то провал. А сейчас идет опять восстановление. Насчет тел подтверждаю. Египтяне знали 9 тел. Да, вот одно из них было Ка. Ка, дух, который, вот они, дух переводится. Ка, база. Да, и он жил в своем пространстве. Там описано есть, как это пространство. И эти вот сейчас биоплазма, через какие поля эти взаимодействия идут, там очень интересные исследования идут по этому поводу. Передовая наука, это и есть магия нашего времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова